Всем привет, с вами Музарубка. Об Ане Лорак появилась очень интересная новость в интернете, о которой я не могла вам не рассказать. Аня Лорак умоляет в слезах россиян простить ее. Появилась вот такая вот новость. Аня Лорак, угодившая в скандал с отменой концертов в России, выступила с громким заявлением. Атистка наконец-то объяснила свою гражданскую позицию, что вызвало гнев общественности как в России, так и на Украине. Аня Лорак больше года металась меж двух огней. После начала войны России на Украине певица уехала в Европу. Оттуда тайно приезжала в Россию на день рождения детей Филиппа Киркорова. В итоге недавно Лорак вернулась в Москву и даже собрала новый тур по стране. В апреле у нее были запланированы концерты в Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре и Москве. Но планам не суждено сбыться. Ее послали прямым текстом на три буквы. Мэр Краснодара недвусмысленно дал понять, что Лорак на Кубани не рады. Вот что он сказал. «Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе устраивали шоу. Люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас». Певица сутки хранила молчание. И вот теперь решила объясниться. Она сказала, что является украинской певицей. И вот что сказала цитата. «Я горжусь своим наследием и культурой. Ультиматум правительства моей страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце». После чего она заверила, что никогда не оказывала военной помощи. «Я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем бы занималась всю свою жизнь». Как отметила Лорак, ее желание продолжать выступать в России вызвало споры. «Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой и желанием занять чью-то сторону. Я музыкант, а не политик. Я буду продолжать петь для всех моих слушателей во всем мире». Конечно же, люди расценили эту попытку как попытку усидеть сразу же на двух стульях. Теперь ее проклинают как земляки, которые требовали определиться, так и российская публика, которая воспринимала Лорак как свою. Люди в комментариях стали писать следующее. «Фу, как противно и двулично! Пытаешься, Лорак, и нашим, и вашим? Не ври сама себе! Скажи за кого ты! Как можно быть за Россию и в то же время быть за Украину? Ты в своем уме, Лорак? Мы от тебя такого не ожидали!» А как вы относитесь к этой новости? И считаете ли вы, что Лорак пытается изо всех сил усидеть на двух стульях? И как вы думаете, что у нее из этого выйдет? Обязательно пишите ваши мысли, ваши доводы и умозаключения в комментариях. Я все буду обязательно читать. Также ставьте лайк под этим видео, чтобы не пропускать новые интересные видеоролики. Обязательно подписывайтесь на этот канал. До скорой встречи!